Добрый день, уважаемые коллеги. Я представлю немного литературных данных о фенокопиях структурных формы эпилепсии и свои клинические случаи. И начать мне хотелось бы с неизменных процентов ошибок, которые мы совершаем при постановке диагноза эпилепсия. В Британии все посчитали без нас. Здесь представлено несколько исследований, при которых 26% неправильно постановленных диагнозов, поставленных 16,3% пациентов. Детский центр у детей с резистентными формами эпилепсии. 30% детей не страдали эпилепсией. И в Британии еще и посчитали, во сколько это обходится в Министерство здравоохранения в немалую сумму денег. И связано это с тем, что пациенты проходят ненужные обследования, получают ненужные препараты или слишком долго получают препараты, потому что форма поставлена неверно. Мы пользуемся прекрасной классификацией последней. И в целом есть плюсы для клиницистов, практиков в этой классификации, что мы можем остановиться на определенном уровне и не всегда нужно доходить до определения эпилептического синдрома. Но, и смотря на эту классификацию, в целом все просто и понятно. Но всегда есть приступы, которые вызывают наибольшие вопросы в диагностике. Это эпизоды падений. Что это такое? Атонические приступы? Или это тонические с падением? Или это микронические? Вздрагивание снова. Что это такое? Вздрагивание, они никакие. Это короткие тонические приступы, спазмы. Это миоклонические вздрагивания или это физиологический миоклонус? Замирание снова. Это абсансы, генерализованные приступы? Или это фокальные, немоторные приступы? Ну и геластические приступы, которые бывает сложно идентифицировать при проведении видео-мониторинга, уловить этот паттерн. И, естественно, мы их должны классифицировать с неэпилептическими состояниями. Возвращаясь к вопросу о том, что диагнозы могут ставиться неверно при выявлении эпилепсии. То есть эпилепсия, неэпилепсия или внутри эпилепсии определения определенного типа. Есть такая вот работа прекрасная по фармакорезистентным формам. Наиболее часто неэпилептические эпизоды встречаются у детей до 5 лет. Это, повторюсь, группа фармакорезистентных форм эпилепсии. Дети повторно были обследованы, были регистрированы их эпизоды. И вот из этой группы, то есть дети велись уже с диагнозом эпилепсия, получали противоэпилептическую терапию. И в итоге практически половина из них в возрасте до 5 лет не имеют этого диагноза. И что самое интересное, у 12% детей сама форма эпилепсии, то есть была проведена редиагностика, и форма эпилепсии была изменена. Например, с генетической на фокальную или наоборот. Вообще при поиске литературы достаточно сложно было найти именно фокальные формы, имитирующие генетические. Гораздо больше было статей, посвященных тому, что при генетических формах эпилепсии мы видим фокальные черты. Это понятно. Мы часто можем видеть при юношеской миоклонической эпилепсии асимметрию миоклоний. И ошибки могут быть связаны с тем, что миоклонии принимаются за колонии и расцениваются как фокальные эпилепсии. То есть на самом деле очень много и давно это исследуется. А вот что касается нашей темы, на самом деле статьи все достаточно немногочисленные и с небольшой выборкой. То есть представление клинического случая или, например, 3-5 пациентов. Вот, например, такая статья, посвященная приступам падения. Было обследовано 220 пациентов. Из них у 30 были эпизоды внезапных падений. И среди них были пациенты с симптоматической парциальной эпилепсией, и фокальной эпилепсии, у которых были действительно выявлены структурные нарушения. Мы здесь видим, какие. Хотя по видео-эгэмониторингу это могло выглядеть абсолютно точно так же, как при генетических формах эпилепсии. Возраст сначала составлял... Это большая была группа и дети, и взрослые. В среднем около 12 лет. Большинство это были дети до 10 лет. И с очень высокой частотой были пациенты. И здесь представлено как раз у 18 из них в итоге лобная эпилепсия, у двоих височная и у троих мультифокальная. Следующее такое сообщение. Представлен клинический случай взрослой женщины, которая болеет с 8 лет. Эпизоды по типу абсансов, билатеральные и тонико-клонические приступы. На ЭЭГ есть генерализованная эпилептифорная активность с частотой 3 Гц. А по МРТ в итоге... Она впервые сделала МРТ в 26 лет. И такое у нас бывает. Мы знаем такие случаи, к сожалению. Было выявлено глиальное новообразование, лоу-грейд. Хотя на ЭЭГ, в принципе, активность генерализованная и частота 3 Гц. И, собственно, ничего врачей тоже не смущало. Есть абсанс, есть билатеральные и тонико-клонические. Диагноз юношеской абсанса эпилепсии был поставлен. Еще одна работа, посвященная... Она достаточно такая уже не новая, 2006 год. И я думаю, что сейчас бы это уже не называлось криптогенные формы. Но докторов заинтересовали пациенты с поздним началом эпилептических спазмов. Они задались вопросом, что это такое. Может быть, это аналог Веста-синдрома, такие пациенты со спазмами. Но они посмотрели, что на ЭЭГ их привлекло. Региональная медленно-волновая активность в височно-лобных областях, эпилептифорная региональная активность, наличие эпизодов спазмов и тонических приступов. Мы знаем, что они различаются просто по времени. И генерализованная эктальная ЭЭГ была представлена генерализованной высокомплитудной медленно-волновой активностью. И также у детей были эпизоды по типу атипичных абсансов. Но поскольку это 2006 год, я думаю, что если бы это сейчас проводилась работа у большинства этих детей, мы бы выявили какие-то структурные нарушения. На тот момент они просто ввелись под диагнозом криптогенные. Еще несколько пациентов, тоже взрослые, с сериями асимметричных спазмов. Это три женщины разного возраста. Некоторых из них с детского возраста были приступы различные по клиническим проявлениям. Эмбилатеральный, тоникоклонический, вверсивный, фокальный, немоторный. И вот во взрослом возрасте их описывают. Видят, что у них есть серия асимметричных спазмов. Что же у них на МРТ? По хигерии в разных областях. То есть это фокальная эпилепсия, проявляющаяся в виде серий спазмов на момент обследования. Для эпилептологов, естественно, самая непростая форма эпилепсии — это структурная, связанная с фокальными и критикальными диспазями, потому что они проявляться могут абсолютно по-разному. И нам бы хотелось, чтобы всегда была четкая клиника «Есть очаг, есть клиника, все просто, региональная эпиактивность», и на МРТ мы все дошли. Но, к сожалению, это не всегда так. И, например, при фокальной и критикальной дисплазии первого типа приступы могут быть абсолютно разными. Более того, есть такие данные, что, например, если очаг находится в теменных отделах, то региональная активность по ЭЭГ достоверно реже выявляется, чем если бы ФКД была в лобной и височной областях. И при ФКД в теменных, темно-затылочных отделах больше мы видим генерализованной активности, чем региональной. Я сейчас уже буду переходить к нашему клиническому случаю. Мне бы хотелось вот такое еще сообщение предоставить. Автор описывает различные виды эпилепсии генетические и дифференциальный диагноз их со структурными формами эпилепсии или симптоматическими. И вот здесь есть как раз у него описание его личного клинического случая. Это мальчик, которому ставили эпилепсию с миоклонико-остатическими приступами. И в итоге на МРТ головного мозга были признаки критикальной дисплазии, и пациент был удачно прооперирован. Приближаясь к нашему клиническому случаю, коротко напомню, что такое синдром Дуза и что такое синдром Тессинари. Синдром Дуза — это миоклонико-остатические приступы, симметричные миоклонии, за которыми следует падение мышечного тонуса. Генетика — большая группа генов, которые ответственны за это заболевание. И на интерактальной ЭЭГ мы увидим генерализованные разряды частотой 2 Гц, 2-3 Гц. Это как пример, это классическая статья, посвященная синдрому Дуза. Как раз пример интерактальной и эктальной ЭЭГ. И запустите видео, пожалуйста. Это из просторов интернета. Видео пациента с синдромом Дуза. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на это движение. Подъем рук вверх и движение вперед. И второй синдром — это синдром Тессинария, при котором мы видим абсансы и подъемы рук вверх серийные. Запустите, пожалуйста, видео. Здесь как раз клинические случаи, предоставленные нашими коллегами. ЭЭГ, эктальные девочки. И снова наклон вперед и серийные взмахи вверх. Нам это сейчас будет важно для нашего клинического случая. Итак, мальчик Тимофей, 6 лет, впервые обратился. Я его впервые увидела в сентябре 2019 года. Ему тогда было 5. Что их беспокоило? Эпизоды замирания, взмахи руками. Серийные. Одиночные и серийные. И частота серии могла быть до 8 приступов в день. Это было на приеме. В том числе. И они пришли уже ко мне с диагнозом, которым выставили коллеги, эпилепсию точной нотеологии, наиболее вероятно, генетический синдром Тессинария или синдром Дозоубани под вопросом. Я сама, увидев это на приеме, это было очень похоже на предыдущую девочку замирания и серии взмахов вверх. Запустите, пожалуйста. И следующая. Снова движение вперед. Причем здесь они единичные. Мама просто не успевает всегда снять. Это может быть именно сериями движение вперед и немного наклон. Это спойлер был сейчас. Глаза при этом прямо. Я не могу вам показать. Он не заводит глаза. Ему было назначено, естественно, Депакин без эффекта. МРТ было сделано на трехтусловом томографе, но оно стандартное по обычной программе, не по ЭПИ-программе. Также был выполнен, естественно, сразу видео-ЭГ-мониторинг. На ЭЭГ очень, не очень активность. То есть вообще сложно выявить какую-то региональность. Билатерально асинхронные и генерализованные разряды — это эктальный паттерн. Есть генерализованные разряды быстроволновой активности. Ну, в общем, такая вот начальная ЭЭГ. Потише в зале. Да, увидев такое ЭЭГ, естественно, подтвердили. Ну, как бы дальше мы не будем искать. Все, это синдром Дузы. Давайте мы на этом остановимся. МРТ нужно делать? Спросила мама. Нет, не нужно. У вас сделано стандартное МРТ. Этого достаточно. Но когда они пришли ко мне при очень подробном расспросе, мама сказала, что есть еще другие типы приступов. Когда мальчик их чувствует, он сжимается, руки холодеют, и идут мурашки по коже. Ни разу не похоже на генетическую форму эпилепсии. Причем есть вот такие вот с взмахами, а есть вот такой тип приступов. И дальше, естественно, они поехали на МРТ, где нашли обширную фокальную критикальную дисплазию в правой теменной области. Мы помним, что если ФКД в задних отделах, она быстро генерализуется. Это очень редко бывает региональная активность, ее сложно увидеть. Дальше был проведен, естественно, стал вопрос о хирургии, суточный видеогеомониторинг с регистрацией множествых серий. Я не помню, сколько их было зарегистрировано, но, в общем, в течение всех суток это длилось. И поскольку пациент уже принимал противоэпилептическую терапию, генерализация ушла, и осталось региональное дельтозамедление и региональная эпилептифорная активность. Мне еще прям минутку, я вижу. Зарегистрировано множество эктальных паттернов, и это тип спазмы, прям с классическим паттерном, спазмов. Секвенирование, естественно, норма. Фарманамнез без особого эффекта, но на допомаксе более-менее мы поддерживали его. Дальше пациент был госпитализирован в институт Бурденко, была проведена имплантация субдуральных электродов. Да, действительно, идут приступы оттуда, его прооперировали. Вероятнее всего, это ФКД первого типа. И повторное МРТ, к сожалению, не полностью удалось убрать. Есть небольшие участки, остаточные фокальной, критикальной дисплазии. Но, несмотря на это, его видеоэгэ выглядит сейчас так. Это региональное замедление, тета, реже, дельта диапазона, и есть единичные такие сглаженные комплексы, острая и медленная волна. Он идет на одном препарате. Ему топомакс мы отменили, поскольку это была выраженная заторможенность с ним просто. Невозможно было даже нейропсихологом, дефектологом заниматься. Мы заменили его на трилептал, 450 миллиграмм он сейчас получает. Он в ремиссии уже год и четыре месяца находится после операции. Мы, конечно же, не хотим убирать препарат с учетом этиологии заболевания. И что мне хочется сказать в конце. Почему почти выводы? Потому что это не мой текст, но я с ним абсолютно согласна. Это статья, посвященная 2016 году, посвященная рискам неправильной постановки диагноза. Да, мы много чего добились за последние 20 лет и в диагностике эпилепсии, и в ее лечении. Но все равно эпилепсия остается клиническим диагнозом. И поэтому единственное, что мы должны в первую очередь делать, это тщательно собирать анамнез и жалобы. Это 90% правильно установленного диагноза. Интерпретация отчетов ЭЭГ также может быть сложной, как интерпретация самой ЭЭГ. Почему это? Ну, потому что, как уже говорилось предыдущим докладчикам, нам нужны нативные данные. Мы не должны читать текст, потому что некоторых врачей может смутить фраза «фокальное замедление». Это может увести в сторону эпилепсии или наоборот. И что мне еще нравится, мы всегда говорим, что вот так у нас много гипердиагностики эпилепсии, но на самом деле у нас и гипердиагностика эпилепсии есть, и это не менее опасно, чем гипердиагностика эпилепсии. Благодарю за внимание. Спасибо.